Субтитры сделал DimaTorzok Заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность А потом были три месяца, когда мы все дружно гадали, что бы это значило, а согласиться главный или нет Главный в итоге сообщил, ну ладно, возможно пойду на выборы в 24-м И вот Клишес расставил все точки над ЙО На самом деле данное предложение прозвучало не ради обнуления, просто престол оставить действительно некому Это А, и Б, да вообще там другой смысл вкладывался Нужно было отвлечь, отвлечь слуг народа, чиновников От гаданий на кофейной гуще, а то после 18-го года люди сон потеряли Следовательно, работоспособность благодетелей синизилась Горюют, сидят, горюют и размышляют А кто ж нас дальше-то будет спасать и с колен поднимать? Теперь они снова уверовали в стабильность и кинутся трудиться На благо Родины с утроенной силой Блин, более идиотского объяснения представить себе нельзя Начинаем! Спикер Госдумы Володин тоже порадовал и рассказал, что нас ждет после ухода из власти Владимира Путина Держитесь за что-нибудь Сперва цитата После Путина будет Путин А теперь переведу, имеется в виду, что преемник нынешнего президента Ну это как видит себе ситуацию господин Володин Будет опираться на выстроенную Владимиром Владимировичем систему управления страной Вот вы знаете, мне сейчас по-настоящему стало грустно Действительно, наш великий кормчий рано или поздно все равно отойдет в сторону Но команда-то его останется Чубайс, Кириенко, Володин вот Медведев, Голикова, Памфилова То есть все те, кого вы так любите За то, что долгие годы данные эффективные управленцы Заботятся о нас и о нашем здоровье Ну вот, например, в сторону месье Сечина Давайте посмотрим только факты Когда человека поставили руководить государственной компанией Роснефть Ее долги составляли по разным оценкам от 500 до 700 миллиардов рублей К 2018 году размер задолженности этой нефтяной компании вырос до уже 4,5 триллионов И заметьте, никакого кризиса в тот момент в помине не было Углеводороды торговались на биржах по очень сладким ценам Это ж какими талантами нужно обладать, чтобы таких долгов нахлопать Но все равно давайте расценивать это как заботу о нас или Голикова Человек работает в правительстве с 91-го года За что бы ни взялся дыра В Минфине трудилась, за составление бюджета отвечала Провал, 2008 год, кризис Минздрав возглавила, привет российской медицине Счетную палату ушла, куча денег из бюджета пропала Так и не нашли куда Теперь вот социалкой занимается на позиции первого вице-премьера Не понимает откуда В России столько бедных И вот на этих спецов следующие после Путина президент опереться планирует Господа, самим не смешно Это реальная журналистика Мы строили, строили и наконец построили Тема сегодняшнего выпуска Я сейчас, конечно, про систему управления страной На которую они хотят заставить опираться следующего главу государства Поехали! Дорогие друзья, я не часто это делаю Но в данный момент мне, наверное, и не хочется оставаться равнодушным Предысторией послужило недавнее знакомство с одной женщиной Которая возглавляет общественную организацию «Солнечные дети» Есть особые дети Дети с синдромом Дауна Кто-то их считает инвалидами Но факт остается фактом Они уже есть Их огромное количество А вот что делать с такими детьми? Как их правильно воспитывать? Какие шаги необходимо предпринимать? Родители зачастую не знают Этим людям помогают те, кто сами прошли через нечто подобное Методом проб и ошибок Придумали и внедрили нужные методики Каждый год рождается вот сейчас Около 30 детей Когда организация только появилась, это была цифра около 60 То есть, получается, больше 40 детей оставались в детском доме И только 15 10 детей оставались в семьях Вот с ними мы начали заниматься Самое первое, с чего мы начали, это ранняя помощь То есть делились опытом наши иностранные коллеги Мы смотрели маленькие ступеньки, были такие пособия В данный момент благотворительная организация «Солнечные дети» испытывает определенные финансовые трудности Нужны новые помещения Появились дополнительные расходы По части программ прекратилось финансирование со стороны государства Виной тому кризис в том числе Никого ни к чему не призываю Но если сможем помочь Давайте это сделаем Реквизиты организации внизу Зато личное состояние всех этих граждан растет Причем в какой-то забавной пропорции Чем больше миллионов нищих появляются в стране Тем больше миллионов рублей, а чаще долларов На счетах у данных господ Я уже приводил вам этот пример Пример с эпидемией коронавируса Которая каждому из нас постучалась в двери в конце марта Нас в итоге посадили под замок Запретив ходить даже на работу И два с лишним месяца Простые люди были вынуждены Выживать за счет своих скудных накоплений У кого они вообще были За счет стариков-пенсионеров За счет подачи к виде детских пособий для родителей Малый и средний бизнес Нес колоссальные убытки Особенно на сферу услуг Потому что тоже не работали Да продолжают Прирастала армия безработных Даже по лживой официальной статистике Еще в марте было 5 миллионов Нетрудоустроенных граждан В мае уже 7,5 стало А что в это время происходило У российских миллиардеров В том числе и из числа горюющих чиновников А эти за время пандемии Стали богаче на 3 триллиона рублей Смотрите Состояние пятерых богатейших россиян За отчетный период Пока у нас тут развивается коронавирус Увеличилось на 22 миллиарда долларов У вас тоже возникает вполне закономерный вопрос С какого перепугу Вот с чего вдруг эти люди стали богаче На миллиарды долларов Пандемия носила масштабный характер То есть по сути На карантин был закрыт весь мир Вся планета Границы на замке Отменены воздушные и железнодорожные сообщения Производство остановилось Ничего повторюсь и нигде не работало В том числе в Китае В том числе в США В том числе в Европе Все основные партнеры РФ Повесили на двери таблички Перерыв закрыто А российские олигархы с чинушами В такой ситуации кучу денег Умудрились накосить Как? На чем? Благодаря каким сделкам? С кем? Хотя я то знаю ответ на этот вопрос Ребятишки занимались тем Что лучше всего умеют делать Выжимали деньги из бюджета Точнее из фонда национального благосостояния И деньги эти они выгребали Оттуда под видом господдержки Ну посудите сами Во-первых в режиме полной изоляции Денег взять больше неоткуда А во-вторых Ну вот вам пожалуйста И Тартас Сообщение от 27 мая текущего года Заявление министра экономического развития Решетникова На поддержку российской экономики Уже направлено 3,3 триллиона рублей Цифра знакомая Не кажется вам? Да Примерно на такую же сумму Разбогатели Российские олигархи Пока мы все дружно С коронавирусом боролись Нет Я ничего не утверждаю Я просто считать умею И немного анализировать Совпадение? Да Совпадение А еще вот у этой опоры Нынешней и будущей Президентской власти Детишки подрастают Которых тоже надо Куда-то пристраивать Точнее встраивать В эту самую опорную систему Чтобы будущий главарь Ты на них тоже опирался А опираться есть на кого Пожалуйста вам Известная на всю страну Девочка Она же не состоявшийся Судопроизводитель Лиза Пескова Чем примечательна Лиза? Это пожалуй ничем Постоянно где-то тусуется Несет какую-то Ахинею в соцсетях Живет при этом Как дочь наследного Принца Или арабского шейха Хотя является Всего-навсего Отпрыском Не самого Высокопоставленного Чиновника Пресс-секретаря Президента Пресс-секретаря Господа Это далеко не Уровень министра И даже губернатора И уж тем более Это не уровень Олигарха Но Кстати пару недель назад Лиза неплохо погуляла Со своим братишкой Миком И друзьями Подружками В центре столицы По случаю прошедшего Еще зимой Дня рождения Итак Вот вы знаете Даже если сейчас Когда большинство Ограничений В Москве Собянин снял Так вот даже если сейчас Кто-то из вас Просто попробует И выйти на улицу И встать там в одиночный пикет Вдали от людей Или устроить пикничок В скверике С меньшим количеством Приглашенных Хотите поспорим Вас тут же задержат И скорее всего Оштрафуют Объяснят Что оно сделано В целях Вашей же безопасности Дабы не заболели Опасность заражения Потому что Все еще остается А Лизе Вот с подружайками Можно Для них Видимо Хлорь заморская Нипочем А может потому что Будущая опора Для будущих президентов Ну или вот Еще одна потенциальная Скрепочка В опорную конструкцию Знаете кто это? А это Дочь сенатора Мизулиной Екатерина И недавно Катюша вошла В состав Общественной Палаты России Впрочем Вернемся к этой истории Уже в следующей программе Это была Реальная журналистика Сегодня вот так Подписывайтесь На канал В ютюбе В соцсетях Тоже жду В друзья Добавляйте С темы Предлагайте Под ними Мы обсудим А я за всем Спешу откланяться Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавляйте Субтитры сделал DimaTorzok